Итак, всем привет, уважаемые игроки Asphalt 9 Легенды. Это мое первое видео с записью звука, так что прошу прощения за все неудобства, связанные со звукозаписью и голосом. Итак, приступим. В этом видео я поделюсь с вами лайфхаком, как легко, быстро и просто настроить любой контроллер, как известных брендов, так и No Name, для того, чтобы играть в Asphalt 9. Честно скажу, я не пробовал подключать контроллер от Xbox или от PS, так как у меня их банально нет. Скорее всего, они будут отображаться в настройках игры корректно и без лишних танцев с бубном, но это лишь мои догадки. Итак, если вы ранее пытались подключить ваш контроллер к компьютеру и зайти в Asphalt 9, то вы наверняка столкнулись с проблемой, что в настройках управления контроллер не отображается. Например, вот так, как у меня. Проверяем сейчас настройки. Game Settings, Control. Вот. И видим, возможно, лишь только два варианта. Touch Drive, в принципе, более нужен для мобильных устройств. Ну и кто не хочет особо заморачиваться, только свайпами там рулить. Ну и ручная клавиатура, в принципе, для Windows. Что мы можем сделать? Как это можно исправить? Все, что нам нужно, это первое, собственно, ваш контроллер. Не важно, как он подключается к компьютеру, хоть по проводу, хоть через Bluetooth. Главное, чтобы он был определен в системе и все драйвера на него корректно установились. Как это проверить? Запускаем диспетчер устройств. Если Windows 10, то нажимаем Windows X и вот диспетчер устройств. Открывается он. Проверяем в Bluetooth устройствах, например, у меня он в Bluetooth. Потом Human Interface Devices, я не знаю, как на русском языке оно будет. И вот, возможно, в кейбордах будет. Ага, он у меня сейчас отключен. Сейчас я вот при вас буквально подключу его, чтобы все видели, как оно работает. Так, что-то где-то у нас подключилось. Ага, вот, появилось. Human Interface Device, Keyboard Device. Вот почему-то у меня вот отображается этот геймпад мой, как клавиатура. Но это отдельная история про этот геймпад. Он реально ноунейм, просто жесточайший ноунейм. Ну и плюс проверяем настройки стандартные. Вот эти Windows 10, я не знаю, никак к ним не привыкну. Заходим в устройство, проверяем, чтобы здесь у нас он был определен, подключен. И никакого знака восклицания там у него не было, ничего. Чтобы все работало хорошо. Тогда мы уверены, что драйвера наши работают и все в порядке. В принципе, проверили, закрыли, либо свернули. И второе, самое главное. Простая легкая программа Joy2K, с помощью которой мы и будем производить настройку контроллера. Ссылку на скачивание программы я оставлю в описании под видео. Как нам говорит сайт разработчика, программа условно бесплатная. И скачать ее для ознакомления вы можете безо всяких проблем. Итак, заходим на сайт, скачиваем архив с программой, распаковываем любое удобное для вас место. Заходим на сайт, выбираем любой из зеркал, неважно какое, я выбираю самое первое, прямо с их сайта. Сохраняем файл. Я на рабочий стол встаняю. А вот у меня вот все есть. Вот, закачали. Распаковываем. Тоже хотите, можете распаковать другую, любую удобную для вас папку. Я просто распаковал на рабочий стол. Ну, просто с целью показываю вам свое видео. Так-то я ее куда-то, я уже даже не помню, куда я заходил. Просто на диск C в программ файл, кажется, я ее туда отправил. Вот. Заходим в папку, в распакованную. И запускаем, собственно, программу. Joy2k.exe. Если у вас есть расширение файлов, то оно будет exe. Если нет, то она просто называется Joy2k. Здесь 4 файла ошибиться. Просто нереально. Запускаем Joy2k. Соглашаемся с условиями. Да, все хорошо. Что мы видим? Видим программу из двух, так сказать, частей. Первая часть – это профили. Профили ваших геймпадов, грубо говоря. И вторая часть – настройки этих геймпадов. Joy2k.exe. Joy2k.exe. Опции. Нам нужна только вкладка Joy2k.exe. В принципе, если у вас два джойстика, ну, это, наверное, для каких-то... там, бродилок или Mortal Kombat, я не знаю, для чего. Нам нужна вкладка Joy2k.exe.exe. Joy2k.exe.exe.exe.exe. Берем, например, либо профиль 1, либо переименовываем его под себя, как хотим. Там, например, как называется мой геймпад WZ, геймпад, геймпад, блютуз. Потому что тут у меня еще есть какая-то Wi-Fi dongle есть, но я через него не подключаю. Я подключаю просто по стандарту через блютуз. Вот, нажал профиль, создал, все, забыли. Выбрали профиль, переключаемся в правую половину. Вот она у нас самая основная. Давайте ее расширим на всю высоту дисплея, чтобы было видно, сколько здесь кнопок. В принципе, она поддерживает 32 кнопки. Не представляю, что это за геймпад должен быть на 32 кнопки. Блин, куда они там могут даже поместиться. Но, в принципе, программа это все предусматривает. Вот, и, собственно, здесь мы будем производить все настройки. Если вкратце охарактеризовать, то есть описать работу этой программы, то она эмулирует нажатие клавиатуры с помощью подключенного контроллера к компьютеру. Как вы заметили, здесь есть название колонок. Вот, колонка button, соответственно, по-русски кнопка. Колонка функция, function. Ну, auto и comment нам она не нужна. Но хотите, комменты можно тоже заполнять. Ну, это бред. Нам нужны только первые две, button и function. Соответственно, колонка button. Это отображение функций самого геймпада. Вот, если вы понажимаете кнопки на вашем контроллере, то в окне программы видим подсветку нажатия соответствующей клавиши контроллера желтым цветом. Вот я, например, нажимаю x. x, у меня button 4, нажимаем y, button 5, b нажимаю, button 2, a, button 1. Вот, так само вот эти point of view head, ну и стики. Первый стик, второй стик, там так далее. Что хочешь можно, в принципе, настроить. Давайте триггеры проверим. Триггеры тоже все работают. Что еще здесь надо? Так, хватит, для асфальта нужно три кнопки, а не четыре. Вот. Я, например, хочу настроить управление асфальтом на стике, на левом. Вообще, нормально стики называются LS. Это левый стик, RS правый стик. Но здесь они называют стик 1 и стик 2. Но, тем не менее, суть не меняется. Берем, настраиваем на левый стик. Например, хочу настроить себе управление. Вот, нажимаю влево. Получается влево. У нас отображает стик 1. Все, сейчас функция пока отключена. Нажимаем два раза на него. Выбираем, что мы хотим, чтобы левый стик при нажатии влево делал. Выбираем клавишу Windows, например, поворот влево. Все, окей. Дальше. Левый стик вправо. При нажатии вправо будет, что у нас делать? Поворачивать вправо. Все просто. Стики вот эти вверх и вниз не советую настраивать. Потому, что будут случайные нажатия, как Nitro. Если вы хотите на стик именно настройки вот эти сделать. Или же будет случайное нажатие дрифта. Это я вам не советую. Стик вот именно для управления, если стик настраивать, то советую сделать только влево и вправо. Все. Остальное, например, что там, дрифт хочу настроить на левый триггер. На левые триггеры. Вот это LB и LT. LB у меня button 7. Выбираем. Это у меня дрифт. Клавиша вниз. Потом button 9. Это у меня LT. Тоже выбираем вниз. А, еще хочу на X, например, дрифт настроить. Вот, button 4. Тоже дрифтуем мы кнопкой 4. И дальше. Nitro. Nitro. Это у нас будет RB и RT. Правая. Правая сторона, короче, джойстика. RB. Ставим. Nitro у нас пробел. Вот. И RT. Кнопка 10. Тоже ставим пробел. Так. Что у нас там еще есть? Какие варианты? Я уже не помню. Ага. Q. Это, кажется, респам. А. C камеры. Хорошо. Так. Какая кнопка у нас еще не задействована? Кажется, Y. Y. Это у нас пускай будет кнопка Q. Будем воскрешаться с помощью нее. Так. И кнопка B пускай... А, нет. Подождите. Это не B. Я не знаю. Кнопка B. Кнопка B. Вот она. Button 2. А это будет камера. Кнопка C. Все. Собственно, на этом вся настройка геймпада закончена. Чтобы закрепить успех, просто берем, сохраняем это все дело. У вас файл конфигурации будет сразу вот создан в самой папке. В принципе. И на этом все. Далее просто сворачиваем программу, запускаем игру и вперед покорять вершины Asphalt 9 на вашем контроллере. Ну, а на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь со своим товарищем, другом. Оставляйте комментарии и вопросы. Всем успехов и пока.